Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православная программа «Возвращение образа». Мы живем в особенное время, время переходное, время кризисов, время потрясений, политических баталий. Но, тем не менее, жизнь продолжается. И мы видим, что города наши преображаются. Преображается лицо России, строятся новые храмы, монастыри, небоскребы, дворцы и коттеджи. То есть люди все равно трудятся, люди живут, люди работают. И мы в нашу студию приглашаем гостей, которые имеют отношение к реальной жизни. Сегодня у нас в гостях Олег Александрович Подгорный, генеральный директор компании по производству строительных материалов. Вот вроде бы такое сочетание православной программы и строительные материалы. Но мы знаем, что из строительных материалов и храмы наши строятся, и дома наши строятся. То есть если бы не было строительных материалов, не было бы самих строек. И вот мы сегодня, наверное, поговорим о том, какую роль реальная экономика, реальное производство занимает в нашей жизни. Как вы влияете на процесс строительства, почему все так иногда бывает дорого, и тогда цены растут. Какие люди работают в вашей эфире, где вы берете кадры, какие проблемы с современными людьми. И так как вы все же не коренной самарянин, будем так говорить, интересно было ваше мнение о нашем городе, о нашем крае услышать. Ну вот и первый вопрос. Все же трудно ли выживать в реальном действующем предприятии в условиях нашей экономики сейчас? Ну, как вы, наверное, все знаете, строительный сектор, этот сектор, который, наверное, развивался самими быстрыми шагами до кризиса 2008 года, и ростом по 30-40-50% в год. И когда кризис настал, то это как раз был сектор, который быстрее всех и глубже всех провалился. В разных регионах по-разному. Там где-то на 20% было в 2009 году падение, а где-то даже до 50% в два раза. Соответственно, и выживать в этот период было достаточно сложно, еще и потому, что очень многие предприятия, включая наши, видя, какими шагами развивается строительство, какими шагами развивается отрасль, очень много вложило средств в дальнейшее расширение производственных мощностей, и когда они в 2009 году оказались невостребованными, было очень сложно. Но много очень чего было проделано, много было нацелено на то, чтобы предприятие не просто выжило, а оно еще было готово, когда все уляжется, дальше идти развиваться. И в 2011 году уже было намного легче, потому что, в общем-то, то, что отрасль вернулась на приблизительно докризисные объемы. Поэтому сейчас мы снова начинаем думать о развитии, снова начинаем думать о том, что вот впереди у нас есть большие возможности. А не пугает новый кризис? Вот все время пугает. Вот будет, будет, ждите, ждите, все упадет, все развалится. Он всегда пугает. Но в России такая ситуация, что в России еще строить и строить. Потому что у нас очень много промышленных производств, промышленных предприятий, которые были построены в 20-е, 30-е, 40-е годы, которые, во-первых, разваливаются, во-вторых, они уже не соответствуют современным нормам экономической энергоэффективности, они требуют реконструкции, восстановления. В России достаточно серьезно мы отстаем от многих стран, которые нас окружают по развитию агропромышленного комплекса. Это не дело, что там 50% мяса, курицы мы покупаем из-за границы. Поэтому нам в любом случае нужно строить птичники, коровники, свинарники, перерабатывающие какие-то предприятия. Поэтому я считаю, что несмотря на все возможные и невозможные кризисы, строить в России надо, строить в России будут. Поэтому нужно думать о движении вперед, не бояться. Ну вот, какие материалы вы выпускаете? Потому что, вы знаете, производство строительных материалов, они же разные бывают совершенно. У нас два основных продукта, которые мы выпускаем. Первый – это сэндвич-панели. Это современный строительный материал, который, в общем-то, является, в последнее время становится заменой традиционному кирпичу и бетону. И второй материал – это утеплитель, в простонародье каменная вата. Это утеплитель, который делается из базальта, плавится. И это очень высокоэффективный по энергоэффективности материал. Ну вот сейчас патриарх поставил задачу, в общем-то, в Москве построить храмы шаговой доступности. И в Самаре эта задача решается, потому что мы говорим, что в храм мы не едем же, а мы ходим в храм. Храм должен быть на самом деле на таком расстоянии, что человек может дойти, как приход свой. И в этом отношении в России всегда сначала строили храмы деревянные. Потом проходило время, разные обстоятельства. Дерево гнило, пожары были, случались. Их заменяли каменными строениями. Вот сейчас уже строить в городах деревянные храмы не всегда получается. И пришло на выручку как раз вот этот модульный, так называемый, храм. Вот как раз в Самаре уже есть опыты построить храмы с энергией панели. Это термостеп, это ваше предприятие, которое эти панели делает. Вот вы принимали участие, видели хоть как это происходит? Да, мы принимали участие еще на этапе проекта, давали свои рекомендации, так как мы имеем опыт. Вот храм успешно был построен. В чем его преимущество? В том, что он делается очень быстро. Очень быстро и очень недорого. И как минимум его можно использовать на этапе, когда нужно очень быстро, чтобы появился храм, куда могут ходить люди. А рядом можно строить уже более какой-то там стационарный, более такой крепкий, долговечный. Хотя наш материал точно тоже крепкий и долговечный. Но храм, я думаю, у людей он все-таки воспринимается с чем-то таким очень монументальным. Как минимум на период, пока храм будет строиться, это обычно очень долго. Можно строить и сэндвич-панели, и металлоконструкции. Это недорого, это два месяца, и храм будет стоять. Насколько я знаю, тот храм, строительство, в котором мы принимали участие, сейчас патриарху повезли в Москву, чтобы показать, как можно эту программу и в Москве, и в других городах реализовать очень быстро и достаточно недорого. Ну, свой проект здесь имеется. Да, проект. Не помните, какая площадь, размеры. Она очень небольшая, я сейчас на скидку не помню. Ну, я думаю, что площадь достаточно, чтобы там 80-150 человек пришло в храм. Как раз это то, что нужно для спаленного района. Ну, есть малые пункты населенные, районы какие вновь. Ну, я думаю, что это тоже одна из проблем, потому что гром грянет, может перекреститься обязательно. Это мы, когда живем спокойно, и считаем, что сейчас у нас храмов очень много. А ведь, ну, если храм помещает, пусть даже тысячи человек, даже две тысячи человек, а живет в Самаре больше миллиона, если исключить там детей, стариков, может быть, миллион, ну, разделиться на тысячу, сколько нужно примерно храмов, если человек вдруг в необходимость будет идти на самом деле молиться. То, кажется, их так мало, в общем-то, так мало. И вот в отношении, что то, что вы начинаете помогать, вот как-то решать эти проблемы, долгосрочные, ну, вам, конечно, большая благодарность. Но все же у вас появились конкуренты очень мощные. Я знаю, что вот сейчас Китай нас в советных материалах сильно так начинает ограничивать, потому что он, ну, как, пользует метод демпинговых цен. И в цементе, и в других продуктах. То есть они для того, чтобы завивать рынок, они скидывают цены, и любое государство свою промышленность, экономику защищает. Оно защищает своего производителя, вводя там всевозможные таможенные сборы, налоги. Чувствует ли вы помощь, вот, на самом деле, государству, в развитии собственного сектора экономики, именно российского сектора экономики, и как оно защищает современного производителя вот такой мощной, инициированной, наверное, международной конкуренции? Ну, методов защиты их становится все меньше и меньше. Вы правильно говорили, что существуют там различные заградительные пошлины. Но сейчас с вступлением в ВТО говорить о заградительных каких-то мерах мы, наверное, уже не имеем права. Поэтому здесь лучше говорить все-таки о методах какой-то стимуляции, для того, чтобы мы, производители, были конкурентно способны с нашими коллегами из других стран. Да, нам помогает, в частности, вот, правительство Самарской области, оно достаточно сильно помогает нам. Мы год назад закончили строительство нового цеха по производству утеплителя, так как нам уже не хватало того, что у нас было до этого. И Самарская губерния активное участие принимала в этом. Мы получили там освобождение от налога на имущество на несколько лет. Деньги мы брали на строительство цеха в банках. Правительство нам частично компенсирует проценты по выплате за этот проект. Это очень сильная помощь, потому что, чтобы быть конкурентоспособным, нужно устанавливать очень современное оборудование. Очень современное оборудование стоит очень больших денег. Которых найти у предприятия невозможно. Нужно привлекать кредиты. А не будешь привлекать кредиты, ты не получишь такое современное оборудование, ты не будешь конкурентоспособным. Замкнутый круг. Поэтому нужна помощь государству, и она нужна именно не в защите, а в стимуляции, чтобы помогали энергоресурсами. Это очень энергоемкие. Наша предприятие, она очень энергоемкая. Нужно много электричества, много газа, чтобы помогали подводить электричество, помогали подводить газ, чтобы помогали выплачивать проценты. И это дает очень большой толчок. И даже по АПК, агропромышленный комплекс, за последние три года просто бум. В России строится такое количество курятников, коровников, свинарников, что, по моим ощущениям, так как мы принимаем непосредственно участие в строительстве, по моим ощущениям, в ближайшие несколько лет нам не нужно будет западное мясо. Я начал разбираться, а в чем же дело, интересно, почему такой бум, почему такое огромное количество. И было все очень на поверхности, потому что государство стимулирует и помогает частному капиталу, «Стройте, а мы будем помогать вам платить за то, что вы строите». Естественно, не платить все, да, какую-то часть компенсировать, да, но это очень сильно дает, очень сильно развязывает руки и очень сильно помогает. Ну, программы минимум хотя бы не мешали. Это согласен. Программы максимум еще бы помогали. Это согласен. Потому что многие ведь и мешать начинают. Вот, слава богу, у нас в Самаре как-то это дело идет. Но, с другой стороны, все же техника замечательная. И современное производство, но и управляют люди. Да. Вот, потому что нужны и высококвалифицированные, и рабочие. И как бы эту проблему решать с кадрами? Потому что одна из самых сложных. Ведь не хотят рабочие, видите, сейчас молодежь, она хочет иметь все и сразу. Ничего, в принципе, не делая. И все хотят быть. Вот, привлекает слово менеджер, например, да, менеджер по продажам. Это обычный продавец, да. Вот продавцов эти не хотят. А менеджер – это управляющий, да. Вот понятие уже в сознании как-то княлось. Или сторожам эти не хотят, а вот security, охрана, вот туда идут. А все же экономика требует простых рабочих. Простых, так сказать, низового звена, среднего звена. Как проблема на современных предприятиях. Ведь это очень важно. Поставить технику очень дорогую, современную. И вдруг рабочие ее может в пять минут испортить, аварию совершить. Такая проблема есть действительно с молодым поколением, что молодое поколение сразу же ставит перед собой после окончания университетов, техникумов, ставит перед собой очень высокую планку. Я бы хотел там много зарабатывать, я бы хотел руководить. Ну, во-первых, нет столько руководящих должностей. Во-вторых, ну ты не можешь руководить, если ты не прошел там определенные этапы в своем развитии и не начал снизу и не знаешь там оборудование, какие-то процессы снизу. Очень тяжело стать руководителем, да и невозможно. Даже те, кому там дается по наследству, да, какие-то там деньги, компании, какие-то посты, они зачастую бывают и неуспешны, и падают очень низко и глубоко. Но именно потому, что они не прошли какие-то этапы развития. Такая проблема есть. С ней, возможно, как справляться, это только выискивать тех людей, которые действительно хотят достигать чего-то в своей жизни и работать с ними. Работать с ними напрямую. У нас на предприятии мы в большей степени готовим специалистов своими силами. Мы очень поощряем, чтобы люди хотели развиваться, и мы готовы даже оплачивать там получение каких-то профессий. У нас есть своя программа по подготовке людей. Для тех людей, которые, скажем так, талантливы и хотят двигаться, мы пишем планы развития индивидуальные. То есть, когда четко мы знаем, чего желает человек, и что нужно сделать для того, чтобы этот человек был готов, самое главное, был готов достигнуть своего желания. Ну и плюс к этому мы сейчас начинаем активно работать со всеми самарскими университетами. Вот это буквально только стартует программа с самарскими университетами по подготовке кадров именно для нас. Хотя, вы знаете, в любом случае не хватает профессий рабочих, не хватает профессий таких, как токарь, слесарь, электрик. И здесь самая большая сложность в том, что молодые люди не очень хотят, потому что это не менеджер. Ну и династия разрушена. Династия разрушена. Династия разрушена, да. Вот у меня папа был токарь в свое время, и он приносил на резцы, мы играли резцы бездетные, мы из танки все знали, марки. И у меня оба брата пошли в токаря. Ну я вот неудачный токарь получился, поэтому пошел в учителя. И не токарь, потому что это тоже надо уметь. Вот у меня старший брат был, профессионал, микроны ловил на 1А616, на этих вот шестанках. Это было целое династия. Да, это были династии такие, знаете, вот сейчас все это подорвано. Ну каждый производствитель имел свое право в тех училищах, в своей системе подозревших кадров. Но беда-то в том, что я читал курс как-то на факультете, как раз управления в одном из вузов. И я студентам сказал такую мысль, что вот вас выучат сейчас, вас примут на работу, дадут даже хорошую должность, а через месяц их повольняют. Потому что вы умеете работать творчески, но не умеете слушаться и исполнять. Исполнить или нет. И вот ко мне часто приходят дела в люди, говорят, ну найдите послушного человека, которому он как скажет, он так и сделает. Потому что обычно хотят творчески исполнить. А я думал, так будет лучше. Я говорю, что я же не просил лучше, тебя просят. Руководитель сделает так, как надо, потому что он видит всю систему. Если ты сделаешь по-другому, ты разрушь всю систему. И вот послушание, смирение, исполнительность, вот эти качества, которые присущи церковному человеку, православному человеку, они практически не воспитывают в современном человеке, а здесь какая-то разнузная такая творческая активность. Я думаю, что много бед от этой активности. Если ты не научишься слушать и слушаться, ты никогда не научишься руководить. Если ты не пройдешь все эти звенья, потому что было время, вот система, помните, канавалинную систему Огурцовых, да, руководить, что бани, что домокультура заведовать. И у нас в 90-х годах готовили управленцев, что ты можешь управить любой отраслью. И вот эта вот идея, она до сих пор уже жива. И я вижу современные предприятия, где на самом деле ценят старые кадры, которые прошли. И как бы управленец ни пришел, он обязательно производственника ценит очень, который знает это. И вот есть ли у вас такая система, есть ли размышления о том, чтобы открыть хоть какой-то немножко при себе курс, чтобы не только профессию давать, но элемент вот этого нравственной личности. Потому что если человек плохо воспитан, мало культурный, экономику не поднимешь. Все равно. Вот как бизнес современный, ваше предприятие влияет все же на воспитание, образование, подготовку кадров именно молодых людей. Есть у вас такие участия тоже? Я с вами вот совершенно согласен про послушание. И я могу на своем примере рассказать, что я сделал карьеру с самых низов. Я вообще бывший военный, я закончил военное учительство, служил в армии. И потом пришел работать в одной из западных компаний. Я пришел работать то, что вы назвали менеджером по продажам, торговый представитель. В общем-то, я бегал по магазинам и собирал заказы. И что мне помогло, это то, что, как вы сказали, послушание. Да, я привык в армии. А если руководитель сказал, значит, сначала пойди сделай. А даже если не согласен, потом приди и скажи, что ты был не согласен, но сначала сделай. И это мне помогало делать карьеру, потому что люди видели, что сказано. Если руководитель говорит, что надо делать так, значит, не моя задача обсуждать, почему это так или почему не так. Он выше, он видит дальше и больше. Послушания действительно очень не хватает, но все равно есть молодые люди, которые очень даже удивляют. И я там очень часто общаюсь со своими рабочими. Конечно, основная ставка в данный момент – это люди, которые из прошлых поколений, которые на нашем заводе уже отработали по 10, 15, 20 и даже 30 лет. Это люди, которые много знают, много умеют. И основная задача – это сделать так, чтобы они молодым передавали то, что они знают, то, что умеют, и свое отношение. Мы выискиваем среди молодого поколения тех людей, которые готовы, которые хотят, которые могут. И стимулируем то, чтобы они учились, и стимулируем тех, кто может передавать здания. В случае, если человек передает, он даже материально у нас имеет какие-то преимущества, если он передает молодому поколению свой опыт. В нашей профессии у нас есть несколько таких специальностей, которые для того, чтобы стать более-менее, не то что профессионалом, а более-менее понимающим, нужно не менее двух лет. Есть такой, допустим, вагранщик у нас. Нужно два года стоять рядом с профессионалом, чтобы стать хорошим вагранщиком, чтобы понимать, что такое работать на этом рабочем месте. Мы стараемся стимулировать это, и стараемся, надеясь не только на государство, что государство начнет готовить нужных нам специалистов. Мы сейчас создаем очень много своих программ. В этом году запустится очень много, когда передача опыта, это будет престижно, это будет почетно, и это будет материально поощряться. Ну, на самом деле, вот эти вот тонкости, это мастерство, это целое искусство, тоже профессия, оно передается из рук руки, от мастер к мастеру. Так же, как нельзя теоретически обучить живописца, или композитора, или музыканта, это из рук руки передается вот это творчество. И рабочая профессия, это уникальная тоже профессия. И вот рабочие жили своими предприятиями, и они считали эти предприятия своим домом, своим. И я видел, какая трагедия была, почему многие просто от инфарктов умирали, люди же не могли жить, когда разрушались предприятия, когда уникальные профессии оказываются не нужны. Они так это переживали, как посерь родных и близких. Вот трагедия такая была ужасная. И вот это было, ну, считались предприятия своим. Это коллектив хозяина этого предприятия. И как сейчас рабочий может относиться, считать предприятие своим, вот ходить в душу, вкладывать, так ведь, если оно находится в частных руках. Вот здесь как система отношений в коллективах современных управленцев, ведь это частные предприятия теперь, я так понимаю, да? Есть сложности в понимании, действительно. Хотя, если посмотреть поглубже, ну, какая разница предприятия в частных руках или предприятие принадлежало государству, государству это все равно не тем людям, которые работают на заводе. Вроде бы как и всем, но это все равно государству. Здесь нужно, во-первых, тут это такой достаточно глубокий вопрос, который состоит из очень большого количества маленьких составляющих. Во-первых, нужно... Постарайтесь коротко ответить, у нас передача заканчивается. Хорошо. Здесь нужно, чтобы люди получали за свой хороший труд хорошую зарплату, да? И если они делают что-то лучше, они получали лучше. Нужно объяснять им, куда идут деньги. Это должно быть достаточно открытое отношение с работами, о том, что предприятие имеет столько, вы получаете столько. Ну, и человеческое отношение. Обязательно. Человеческое отношение, да. Оно все это и есть человеческое отношение. Олег Александрович, мы с вами прощаемся. К сожалению, вот только разговор начинается, передача заканчивается. Так что мы рады, что познакомились, что вы к нам пришли. Немножко так все же прояснили, что творится в нашей экономике, на предприятиях, откуда берутся кадры. Успехов вам в вашем предприятии, в вашем коллективе. Спасибо большое. Ну, а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся. Надеемся, что вы также будете любить свое предприятие, труд, Россию, чтобы она опять возродилась, потому что без нашего труда никто на нашей земле ничего не сделает. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин